друзья всех с новым годом двадцать третьем ты наверно одно из первых и поздравлений ну потому что сейчас по времени пол третьего утра нет это не того что я там отмечают чего-то такое это потому что я в аэропорту пророжу ночь потому что утром самолет здесь как бы неизвестно какой транспорт будет ходить будет ли вообще ходить португалия вот поэтому решил вот искать наверняка такой аэропорт давайте аэропорт такой понятно что пустой но думаю вот о чем хотел поговорить с вами сейчас большая часть интернета заполнена такими постами постами такой злости негодование а если это обобщить то постами ненависти и люди объясняют себе вот этот ненависть что вот якобы понятно что война и что там враг напал и вот там ракетные удары бомбят тогда это все понятно и что многие там погибают тоже понятно все но ненависть ничего не дает более того ненависть уничтожает тех в ком находится эта ненависть то есть по отношению к тем кому она якобы должна там носиться не имеет никакого к ним отношения абсолютно а вот те кто проявляет вот эти вот ненависть вот их непосредственно вот эта ненависть и донимает и сказываться однозначно будет на на их жизни на здоровье конечно первую очередь взаимоотношения в семье ну то есть с окружающими ну давайте такой пример приведу представьте себе реальная картина 2000 лет назад ну и вот приходят римские солдаты арестовывать человека и у этого человека должна же по идее быть огромный огромнейшая ненависть ведь он же ничего такого не сделал за что его нужно арестовывать а вместо этого что он делает господи не ведают они что творят простим господи дело в том что нельзя ненавистью то есть нельзя вот этим вот негодованием злостью ненавистью победить так называемое зло в действительности это конечно то что люди для себя определяют зло так же как нельзя тьму победить тьмой то есть там еще больше тьмой а раз там темно давай мы еще больше темно сделаем нет тьму победить можно только светом причем этот свет он может быть совершенно маленьким все вся тьма исчезает мгновенно кто-то наверное скажет да то есть современных ну вот это о тьме а это же вот российские солдаты и это же такое другое якобы это тоже самое я скажу вам более того если бы не было у людей ненависти то не происходило бы то что сейчас происходит но к сожалению многие люди это не хотят понимать нет они будут искать причины в чем угодно но только не в себе ведь изначально причина ненависти и привела к тому что сейчас происходит как бы это ни звучало кто-то сказать да нет ну как ну так ну мы же там хорошо относились ну я почему говорю вспомните это же была крылатая фраза москаляку нагеляку то есть люди изначально разжигали вот эту вот ненависть а что ожидая ожидали получить что не будет хорошо относиться другие люди неужели муж будет относиться если жена будет его там мордой по батарее или же наоборот ожидать хорошего отношения от жены если муж будет приходить и говорить там каждый день ах ты такая сякая а ты там кто плохо делаешь ты кто плохо делаешь а ты вообще то есть хуже чем соседка и прочее ну было сказано людям две тысячи лет назад возлюбившего ближнего как самого себя думаете я кого-то уговариваю никого не уговариваю абсолютно это ваши дела хотите ненавидеть один другого ненавидите хоть там поразбивайте головы один другому это ваши дела жалко ли мне народ уже говорил о том о жалости тот скажет ну они же не знают этого не знают и не хотят знать это разные вещи если человек хочет познать истину то он ее будет познавать если же он ожидает что кто-то должен прийти к нему и ему в рот ложить а он будет еще не мне это мне не подходит мне дайте вот то вот ненависть мне дайте пожалуйста мне это больше мне это больше для души мне больше нравится когда там восхваляют меня а вот того проклинают все тем самым я на высоте оказываюсь нет это несчастные люди поэтому я бы посоветовал таких людей которые наполнены вот этой злостью ненавистью держаться подальше ничего от них хорошего не может исходить в том числе и от руководителей конечно от руководителей это вообще отдельная история потому что так ставят они себя чтобы карабкаться к этой власти почему потому что у них ничего внутри нет как бы там не было было бы что-то внутри не нужна бы эта власть абсолютно потому что они бы шли по тому пути для чего они пришли в этот мир поэтому вот хотел записать это я думаю запишу видео объясню что людям не нужно поддерживать то что вот сеется вокруг и везде это пропаганда причем люди вот в Украине удивляются о том что россияне вот они мозги им прополоскали всякие Соловьевы Скобеевы там прочие пропагандисты как же им можно верить они же такое несут несу разное да то есть такое общее такое принятое мнение при этом Украине не хотят понять одного ну так в Украине же точно так же смотрят всех вот этих вот говорящих головы с офиса президента точно так же поэтому этому не удивляются ну как это же как бы свои они же говорят вот то что нам нужно а вот те говорят нет и они те поставьте себя на место на место тех и посмотрите на этих то есть так называемое пока стынете измените свою точку зрение точку сборки так называемое все и вам все станет на свои места что там полощат мозги что здесь полощат мозги до тех пор пока человек сам не научится различать вот это где ребенок а где плева а не вестись кто ему чего и скажет всегда вот сколько я записываю видео всегда говорю используйте свой разум свою голову не верьте никому крылатая фраза мюллер вот и единственное что преобразуйте себя то что говорилось возлюби своего ближнего как самого себя даже независимо от того летят ракеты или не летят ракеты или кто там кричит столько-то убили врагов при этом не говорят а сколько же своих своих граждан сколько полегло что кладбище заполнено флагами развиваются и все 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 потому что не соблюдают то о чем говорилось 2000 лет назад причем простое же тут никакого не надо не надо семь пятей во лбу не нужно никакой математики физики не нужно вообще никакого образования даже чтобы это понять ну так вот вселенная дает урок людям того чтобы опять же они развивались так как им положено хорошо какие вопросы задавайте с вами всегда был Андрей Рыбин всего доброго до свидания с Богом